Каждый из нас, засыпая, попадает в загадочный, фантастический мир грез. Для ученых природа сна и сновидений до сих пор остается тайной за семью печатями. Почему человек спит? Ответа пока нет. К господину сну нужно относиться с уважением. И, может быть, правы были древние, которые верили, что в своих сновидениях мы создаем свой второй, реальный мир, творим новую вселенную. А недавно психологи выяснили, что в мироздании сновидений можно осознанно путешествовать, точно так же, как в бодрствовании. Только в той реальности нет никаких ограничений. И можно реализовать все свои самые заветные желания. И подчас даже заходить в гости в соседние вселенные таких же спящих и творящих свой мир людей. Любой человек сможет научиться управлять своими сновидениями. Сон – это главный инструмент управления реальностью. Так что же скрывается по ту сторону чуда, имя которому – сон? Это загадочное состояние, называемое сном, присуще не только человеку, но и всем млекопитающим нашей планеты, а также рыбам, птицам и даже насекомым. Но вот парадокс. Засыпая, любое живое существо подвергает себя серьезной опасности. Ведь оно неподвижно и заторможено. А значит, на него гораздо легче напасть и уничтожить. Но если в течение миллионов лет естественного отбора эволюция так и не отказалась от сна, получается, что его значение для поддержания жизни организма гораздо важнее всех рисков, с ним связанных. Без сна любое животное погибает в течение нескольких дней. Известно, что человек может там 30 дней и более жить без пищи, да? Без воды – ну, неделю, допустим. Без сна максимально документированный рекорд – 10 суток. Исследованиями, как ведет себя организм человека во время сна, занимаются сомнологи. Хотя сами они предпочитают называть себя ночными терапевтами. Но для того, чтобы человек заснул, им вовсе не обязательно ждать ночного времени. Для этого ученые используют легкий ксеноновый наркоз. Газ ксенон абсолютно не токсичен, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций, и уже через 3-4 минуты после применения полностью выводится из организма. Изучением загадок сна занимается множество ученых во всем мире. И многое, конечно, нам уже известно. Но чем больше мы познаем, тем больше понимаем, насколько же мы мало знаем об этом удивительном явлении. К сожалению, современная наука до сих пор не смогла ответить глобально на вопрос, что такое сон. Да, мы можем говорить о поддельных его функциях, о функции восстановления энергии, о функции, допустим, информационной, то есть переработки информации. Мозг решает, что забыть, что отложить, долговременную память. Такая консолидация долговременной памяти происходит. Но глобально, почему человек спит, ответа пока нет. Долгое время считалось, что сон нам нужен для того, чтобы все органы нашего тела и мускулатуры получили передышку. Организм отдохнул, готовясь к активному дню. Кроме того, считалось, что во время сна наш мозг резко снижает свою деятельность и тоже отдыхает. И на первый взгляд это объяснение вполне логично. Но как только у науки появилась возможность исследовать активность мозга с помощью энцефалограммы, все перевернулось с ног на голову. Эти эксперименты сразу показали, что явно сон – это не отдых мозга. Это был абсолютный факт. Оказалось, что во время сна мозг не только не снижает свою деятельность, но и порой работает более интенсивно, чем во время бодрствования. Поэтому говорить о том, что сон – это отдых, неоправданно. Сон – это колоссальная работа. Нужна была новая теория, которая смогла бы ответить на вопрос – зачем же нам нужен сон? Ответ нашли российские ученые. И помогли им обыкновенные кошки. Кошки здесь были идеальным объектом, потому что, во-первых, кошки очень хорошо спят. Во-вторых, кошки спят днем, что было удобно для экспериментатора. Потом у кошек режим сна очень похож на человеческий. У них те же стадии сна, такая же энцефалограмма, его так же легко определить. Потом это были просто очень милые и чистые животные, с которыми приятно работать. Устройство, которое находится у кошек на голове, ученые называют короной. Оно помогает считывать информацию о работе мозга. Вот такие коронованные кошки позволили ученым Института проблем передачи информации Российской Академии Наук получить удивительные результаты. Весь период сна – это тот период, когда вся, так сказать, вычислительная мощь нашего мозга направлена на анализ состояния нашего тела, на диагностику всех его элементов. И при возникших малейших отклонениях от нормы в работе той или иной системы нашего тела это разработка способа, каким образом можно было бы вылечить, исправить это отклонение и ввести опять любой наш орган в норму и к тем параметрам, на которых они были рассчитаны. Другими словами, во время сна мозг сканирует весь наш организм и руководит его ремонтом. Иван Пигарёв назвал свою теорию висцеральной. Висцеральными органами именуются те системы нашего организма, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Это желудочно-кишечный тракт, сердце, лёгкие, печень, почки. Одновременно мозг организует иммунную защиту от микробных и вирусных инфекций. На такой ночной ремонту человеку уходит примерно треть жизни. Ведь средняя продолжительность сна у большинства из нас составляет 7-8 часов. С помощью специальных датчиков врачи могут наблюдать за работой мозга и других важных органов спящего человека. Интересно, что для ремонта во время сна организму приходится остановить даже сердце, хоть и ненадолго. Периодически полностью прекращается дыхание и прерывает свою работу кишечник. И только наш мозг почему-то работает без передышки, не зная никакой усталости. Это очень интересный вопрос, и на него пока, на самом деле, нету абсолютного и чёткого ответа. С одной стороны, совершенно понятно, что мозг тоже вестеральный орган, и ему тоже нужен сервис. А с другой стороны, получается, что он всё время работает и во сне, и в бодрости, и нейроны работают, и тем не менее он всё время занят, загружен какой-то работой. Как это делается? Тут разные есть варианты. Можно представить себе, что в какой-то период сна, и были такие гипотезы, высказывались. То же, что, например, быстрый сон, вот такая фаза сна, она связана с периодом восстановления именно работоспособности собственного мозга. Вестеральную теорию сна российского учёного Ивана Пигарёва можно по праву назвать переворотом в науке. И, казалось бы, эти исследования позволили приблизиться к ответу на вопрос, зачем нужен сон. Осталось выяснить самую малость. Зачем нужны сновидения? Позиции нашей вот висцеральной теории сна, мы скорее склонны считать, что сновидение – это лёгкая патология сна. Совершенно определённо, что у них нет никакого смысла и никакого значения для жизнедеятельности организма. Но ведь природа ничего не создаёт просто так. И если каждую ночь каждый из нас видит сны, значит, это нам для чего-то необходимо. Без сновидений нельзя жить точно так же, как нельзя жить без сердечной деятельности, без дыхания, без других важных функций нашего организма и нашей психики. Каждую ночь с каждым из нас случается чудо. Стоит только успокоиться, забыться. И вдруг, незаметно для себя, мы попадаем в неведомый чудный мир. Наш мозг во время сна работает, как самая настоящая фабрика грёз. Голливуд отдыхает. Конечно, сновидение – это огромная работа. Это необыкновенная режиссура. Это выписывание сценария. Это поиск образов, с помощью которых бессознательно выстраивает сюжетную линию. Это действительно очень важная работа. Но тогда возникает очень важный вопрос. Зачем нашей психике проделывать такую огромную работу по созданию этих необычных образов, целых миров, сюжетов, в различных жанрах и направлениях? Здесь тебе и фильмы ужасов, и пасторальные прекрасные грёзы. Ответ очень прост. Многие люди, да не многие, а все, пожалуй, избегают прямого взгляда на себя. Что-то не хотят видеть в себе, что-то признавать не хотят в себе. И сновидения, они очень деликатно представляют нам эту информацию, давая возможность увидеть в виде образов и символов, что на самом деле нас волнует и беспокоит. По сути, можно сказать, что сновидение – это своего рода терапия для нашей психики. Но не только. Самая важная функция сновидений, которую признают все, – это функция психологической защиты. Сновидение помогает человеку переработать информацию, выстраивать прогнозы на будущие события. Человек способен в сновидении делать какие-то важные для себя выводы, открытия, изобретения и так далее. На протяжении всей истории развития человечества многие изобретатели, писатели и учёные заявляли, что их творения им просто приснились. Хрестоматийным стал пример химика Дмитрия Менделеева, которому, по его словам, приснилась таблица химических элементов. В историю это великое открытие вошло под названием «Периодическая система химических элементов Менделеева». Любой сон начинается с медленной фазы. Её так назвали, потому что электрические ритмы мозга на энцефалограмме замедляются. Затем, примерно через час-полтора, наступает фаза активного или парадоксального сна. Если человека разбудить в это время, то чаще всего он расскажет, что видел сон. Правильно, это сновидение он видел. То есть во время этой части сна небольшой происходит активная психическая деятельность. И вот до сих пор непонятно, зачем же природа так устроила, что у каждого живого существа есть вот эта часть медленного сна, есть часть быстрого. Почему нельзя всё это соединить и неким усреднённым сном спать? На этот вопрос пока нет ответа. Когда человек находится в фазе парадоксального сна, то внешними воздействиями можно повлиять на структуру его сновидений. Например, если на спящего упадёт капелька воды, и он проснётся, то с большой долей вероятности человек расскажет, что видел сон, в котором начался дождь. Есть очень хорошая работа Сальваторо Дали, показательное в этом отношении. Сновидение, вызванное полётом пчелы вокруг граната за 10 секунд до пробуждения. Он действительно такой внешний стимул, как жужжание маленькой пчёлки, способно вызвать такие яркие сновиденческие образы, как тигр, слон на паучьих ногах и так далее. Казалось бы, проникнуть в наше сновидение постороннему человеку невозможно в принципе. Но оказывается, это можно сделать с помощью гипноза. В буквальном переводе с греческого языка гипноз – это сон. Есть серьёзное основание предполагать, что во время гипноза стимулируются те же отделы мозга, которые синтезируют наше сновидение. Оказалось, что то, как люди действуют, находясь в гипнотическом состоянии, оно коррелирует с тем, как люди действуют в контексте сновидения. То есть здесь не столько различия, сколько прямая связь есть. И надо сказать, что вот то, как люди реагируют на то, что происходит в гипнозе, когда они с образами работают, оно где-то соответствует тому, как люди видят сны. Помимо гипноза существует ещё несколько похожих на сон состояний. К примеру, обморок или кома. Но все эти состояния от обычного сна отличает одно важное обстоятельство. Сон отличается от этих состояний тем, что он имеет совершенно чёткую циклическую организацию. Сон состоит из циклов. Каждый цикл состоит из фаз. Фазы медленного сна и фазы парадоксального сна. Вот эта уникальная структура свойственна исключительно состоянию сна. И не свойственна другим состояниям. Когда мы говорим о сне вообще, между сном и гипнозом, конечно же, есть огромная разница. Но когда мы говорим об активной фазе сна, то я думаю, что она не настолько далека от состояния гипноза. Мозг этой молодой женщины погружён сейчас в гипнотический транс. Наблюдая за её поведением, общаясь с нею в этом состоянии, мы можем получить представление о том, как она ведёт себя в своих сновидениях, насколько активно там действует или пассивно плывёт по течению сна. Там, где человек, скажем, активен в сновидении, его истинная самооценка, это вот уже из области психоаналитической трактовки самооценки, она занижена, в детстве была. И именно поэтому канва сновидений развивается таким образом. Это активная деятельность, но она не приводит к результату. А у второй тип сновидения связан с завышенной истинной самооценкой, основанной на том, что ребёнка в детстве все восторгаясь им захваливали, и он ожидает, что и в жизни такое будет. А на самом деле в жизни это не повторяет ситуацию, он такой разочарованный весь тем, что происходит, с ожиданием минусовых развития ситуации живёт. Гипноз помогает получить представление о поведении человека в своих сновидениях. А гипнотерапия позволяет избавить пациента от многих ночных кошмаров и скорректировать его сны. Но она не способна расшифровать все хитросплетения, выдуманных мозгом сюжетов. Любой, даже самый короткий и маленький сон, несёт для человека значимую информацию. У сновидений есть такое важное свойство – избирательность. Они концентрируются на тех аспектах нашей жизни, которые сейчас на сегодняшний день для нас являются самыми важными. И предоставляют нам эту бессознательную информацию, которую они маскируют с помощью образов, символов, включённых в сюжет сновидения. Древние порой знали и умели больше нас нынешних. И сегодня мы заново открываем то, чем они пользовались каждый день. Одним из первых это понял великий Зигмунд Фрейд, который утверждал, что мы можем управлять нашими снами. Иногда техника просто начинает сильно работать, и мы лежим в кровати уже просто в фантомном теле. Но у меня очень сильно задавило виски, и какое-то такое состояние мне стало некомфортно чисто физически. И техники сами, вот, раскачивания, они у меня не получились, потому что я сразу чувствовала физическое тело. Ну, в следующий раз попробуйте хотя бы подольше балансировать с этой техникой. Он полез по кровати, и вдруг у меня буквально в миллисекунду сомнение, что не на самом ли деле я ползал. Там ещё голос такой был, куда ты лезешь? И я такой, блин, не получилось. И я не тут же проснулся. Когда вы поймёте, что вам это точно не наносит вреда, страха станет меньше, потому что боимся мы больше неизвестного. Эти люди учатся входить в состояние, которое называется осознанным сновидением. Когда человек понимает, что он спит, и контролирует свои сны. И это никакая не мистика. Науки давно известен этот феномен. Существует в сомнологии один из наименее изученных вопросов. Это так называемые осознанные, люцидные, ясные, прозрачные. Существует очень много терминов для обозначения таких состояний. Но суть состоит в том, что человек, находясь в своём сновидении, осознаёт и понимает, что он видит сновидение. На первый взгляд, какая может быть логика в поступках человека, которые он совершает в сновидении? На первый взгляд, там всё очень хаотично. События, явления, персонажи возникают случайно. И случайно исчезают. И тем не менее, даже в такой фантастической пьесе, которую выдумал наш мозг, человек может вести себя вполне осознанно. Без проблем полетать, без проблем попасть куда-то в другие миры, в какие-то планеты другие посмотреть, пообщаться с умершими, смоделировать всё, что угодно, какую угодно ситуацию. Вплоть до самолечения, получения информации из бессознательного и многое-многое другое. С одной стороны, очень многие пытаются с этими состояниями работать. Существует целая школа, лаборатория, особенно за рубежом, когда пытаются как-то взаимодействовать, обучают вхождение в люцидные сновидения, пытаются использовать их в психотерапевтической практике. Но парадокс состоит в том, что мы очень мало знаем о природе этих состояний. Активно исследовать люцидные или осознанные сновидения начали в США в 60-е годы 20-го века. Для того, чтобы погружать человека в это состояние, в частности, использовали специальные очки с датчиками, фиксирующими движение глазных яблок. Эти приборы регистрируют движение глазных яблок, они надеваются на глаза или на лоб. В тот момент времени, когда наступает сон со сновидениями, быстрый сон, этот прибор отмечает этот момент и начинает подавать сигналы в виде вспышек света, сигналы человеку о том, что он спит. Человек в это время спит, но для того, чтобы научиться управлять своими сновидениями, прежде всего нужно понять, что ты спишь. Современные школы осознанных сновидений предлагают вполне себе простые методики, которые может освоить каждый из нас. Для того, чтобы попасть в осознанное сновидение, каждый из нас может сделать следующее. Просыпаясь, вы должны вспомнить о том, что намеревались вообще попасть в осознанное сновидение. Проснувшись, постарайтесь не шевелиться и не открывать глаз. Постарайтесь сохранить вот эту расслабленность и закрытые глаза. В этот момент начните активно представлять, что вы идете по бесконечному коридору и ощупываете стену. То есть мы не просто представляем себя идущим и трогающим, мы представляем ощущения, как мы идем в теле. Каждый шаг в мельчайших подробностях мы пытаемся вспомнить. А сенсорная визуализация – это значит, что мы представляем тактильные ощущения, как мы трогаем. Мы пытаемся максимально реалистично их вспомнить. В мельчайших деталях трогаем, трогаем, пытаемся присматриваться к мельчайшим деталям, то есть сенсорная визуализация зрения. И вот в этом состоянии попробуйте вот такую технику проделать как можно дольше. Вот проснулись, не открывая глаз, не шевелясь, попробуйте сделать такую технику, пока не заснете, либо пока не окажетесь там. Если это сцепление произойдет с фазой быстрого сна осознанно, то вы начнете понимать, что постепенно картинка начинает проявляться. Из чего-то визуализируемого вы начнете понимать, что вы уже находитесь там. Тактильные ощущения постепенно начнут проявляться, вы постепенно начнете видеть это. И в конечном счете вы поймете, вау, я же здесь уже стою по-настоящему. Вот такой вот плавный переход произойдет. Самая простая техника моторно-сенсорной визуализации. Но что самое интересное, любой из нас может придумать любой сценарий своего собственного сна и уже потом реализовать его, когда ляжет спать. Когда вдруг это действие начинает с экрана сходить на тебя, и ты можешь участвовать в этом процессе, и фактически тут же в реальном времени быть режиссером. Вот это и есть возможность руководства, скажем так, к течениям сновидения, это и есть осознанное сновидение, потому что человек осознанно участвует в процессе. Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются путешественники по своим осознанным сновидениям, состоит в том, что им порой очень трудно отличить сон от реальности. Зачастую я до сих пор путаюсь, что я уже там или я все еще здесь, настолько все реально. Приходится применять какие-то тесты, чтобы понять, что это не реальный мир, а тот, например, там, руку в стену засунуть, там, выйти в окно или что-то. Ну, конечно, выходить в окно, чтобы проверить, спишь ты или нет, это через черт. И очень опасно для жизни. Есть более надежные и безопасные тесты. Я для этого использую ноготь, он у нас всегда под рукой. Берем и всматриваемся, не мигая, несколько секунд в наш ноготь. Вот так. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, вот сейчас я фиксирую, что точно бодрствование. Как я это определил? Ноготь остался неизменным. Если бы был сон, мы бы увидели бы тенденцию изменения объекта. Объект бы начал плавиться, менять свет, дымиться. Что-то бы с ним начало происходить. Никакой объект сновидения не выдерживает пристального вот такого всматривания, вот такой гиперконцентрации. Осознанное сновидение, как это не покажется удивительным, это обыденное явление. Каждый из нас наверняка не раз с ними сталкивался. Просто не мог в тот момент понять, что же это такое с ним происходит. Очень часто распространенный феномен. Человек проснулся, глаза еще не открывает, рассматривает комнату, потолок, а потом до него доходит, что глаза-то закрыты. Рассматриваем комнату с закрытыми глазами, все видим. Потом раз, все это проходит. То есть вот таких вот косвенных состояний, их очень много. Они пронизывают жизнь вообще каждого человека. И каждый человек, наверное, может что-то такое вспомнить. Несмотря на то, что в истории много говорилось про такие сны, никто не давал им теоретического объяснения до 1959 года, когда в университете Иоганна Вольфганга Гёте были проведены эксперименты по созданию осознанных сновидений. И вскоре их стали применять на практике, в частности спецслужбы и профессиональные спортсмены. Что касается спортсменов, началось это еще в 79-80 году прошлого века. Ученый Стивен Лаберш в Стэнфордском университете проводил эксперименты. Он брал группу спортсменов, обучал их технологиям входа в осознанное сновидение. Спортсмены попадали туда, и они там тренировали те навыки, которые используют в своем спорте. Они оттачивали наиболее опасные трюки в осознанном сновидении. Осознанные сновидения могут помочь воплотить несбыточные мечты людям с ограниченными возможностями. Парализованный человек вновь сможет ходить в сновидениях. Мало того, танцевать или даже летать. Ведь в снах возможно все. В этих снах он может осуществить все свои желания, и тем самым эмоционально стать более уравновешенным. Ведь эмоционально неуравновешенные люди – это те, кто по сути не реализовал свои желания. Он их вытеснил. А эти желания нужно реализовать. Для психики неважно, где мы их реализуем – в бодрствовании или во сне. Я все-таки склоняюсь к тому, что надо в реальной жизни становиться нормальным человеком, даже если какие-то ограниченные возможности. И не уходить от решения проблем, а все-таки их решать. Осознанные сновидения способны стать великолепным стимулятором для человека. Помогают решить проблемы, на которые в обычной жизни пришлось бы потратить очень много сил и энергии. Во-первых, развлечение. А как ни странно, это кажется таким вот эгоистичным. Это одна из необходимейших потребностей человека. Потому что если человек не удовлетворяет своих потребностей в радостях жизни, ну и сама его жизнь, он вот кажется, что он угрюмый. Если вот он удовлетворен, он и более продуктивен. Он может не отвлекаться уже на какие-то компенсации. Он не требует себе каких-то дополнительных наград. Да, у него все есть. Мне кажется, что после смерти люди, которые не имели опыта подобного с фазой, они начинают, ну они не знают, что делать, паникуют или вообще не понимают, что они умерли. То есть я, мне кажется, буду осознавать, что я, что-то со мной случилось и, ну я так представляю, у меня не будет как минимум паники или страха, что ну вот, случилось. В последнее время осознанные сновидения становятся все более и более популярными. Но такое чрезмерное пристрастие может, по мнению некоторых ученых, представлять огромную опасность для психики. Мне, как врачу, который занимается расстройствами сна, чаще приходится сталкиваться с, ну скажем так, побочными эффектами у людей, которые активно практикуют осознанное сновидение. Первое – они уходят от реальности. То есть, допустим, человек работает каким-то мелким клерком без каких-либо перспектив, да, в какой-нибудь компании, да, а ночью он ведь царь-бог и всеми любим. И основное желание у человека днем – это побыстрее, чтобы день закончился, наступила ночь, и он опять стал властителем мира, да. А, соответственно, человек теряет, ну, или почти теряет связь с реальностью, его ничего не интересует в плане, там, не знаю, карьеры, денег, любви в реальной жизни. А это такой дауншифтинг, ну то есть человек практически перестает стремиться к чему-то в реальной жизни. А следующее – это еще, бывает, дает депрессивное состояние у человека, потому что, ну, человек все время в неком стрессе находится в течение дня, потому что все не так, и ждет все время ночи. А это, в свою очередь, может приводить к бессоннице. Постоянная стрессовая ситуация днем. А представьте себе, человек ждет ночи, чтобы попасть в это осознанное сновидение, а у него бессонница, да. И эти люди ко мне ходят, говорят, доктор, дайте мне какие-нибудь таблетки, чтобы я практически все время спал. Тай видел свои осознанные сновидения. Еще совсем недавно осознанные сновидения называли в научных кругах мистикой. Сегодня же их изучают в лабораториях по всему миру. Возможно, скоро также будут исследовать феноменальные явления, о которых нам поведала загадочная Мария Ганн. во сне мы можем получать информацию и из прошлого, и из будущего. И информация обладает, как бы, ну там, предупреждает нас о чем-то сон. Для меня сон – это, ну, скажем так, способ жить так, как я хочу. Мария Ганн называет себя сновидящей, так как предсказания и вещи и образы приходят к ней во сне. Кроме того, она утверждает, что, путешествуя во сне, может попасть в любое задуманное пространство и узнать, что там происходит. Можно попасть в определенное помещение, если интересное помещение, не видя его еще, какое оно. Должна быть цель. То есть что-то должно в этом помещении быть такое, что тебе нужно либо взять, либо посмотреть, либо с этим поработать, что-то, что тебя будет как бы якорить. Тогда ты можешь туда попасть. И некоторые это делают вообще легко, некоторым приходится сложно, и такой есть там момент, что пространство может искажаться. Возможно, это просто игра воображения мистического сознания Марии. Но мы уже не раз убеждались, когда речь идет о снах, самые невероятные фантазии могут стать реальностью. Чтобы убедиться в необыкновенных способностях девушки, мы решили провести несложный эксперимент. Положили в коробку книги, собрание сочинений шекспера, и попросили Марию в одном из своих ближайших снов узнать, что же мы спрятали в коробке. Мария Ганн живет в Санкт-Петербурге. Она регулярно проводит семинары для тех, кто хотел бы научиться расшифровывать свои сновидения. Но самое главное, через свои сны научиться корректировать свою реальную жизнь. Феномен вещих сновидений, он разрушает все. Любые какие-либо научные, аналитические труды, которые говорят, что сон – это просто работа, результат мозга. На самом деле, мы все связаны, понятно, вот этими нейронными сетями огромным количеством энергетических потоков, которые проходят через всю землю. И мы ловим и хватаем информацию из этих энергопотоков. Но нельзя отрицать их наличие. Ну, это просто глупо. То есть сны – это подсказки, которые помогают мне жить и не испытывать никакого стресса. Но если говорить о влиянии на реальность через сон, о том, как можно делать магию через сон, то все это делается через расстраивание себе, навязывание себе определенного сновидения, которое впоследствии сбывается. Потому что наш мозг мы себе программируем сами. Если мы, например, какой-то кошмарный сон переигрываем на сон со счастливым финалом, бежал за мной маньяк, я развернулась к нему, мы подружились и побежали по полянке, веселясь, и все хорошо, это я так проработала свой страх. Мне психологически легче и физически со мной плохого тоже ничего не случится. Это интересно, как она заказывает и видит сны, потому что, скорее всего, все-таки, вот когда люди так направлено что-то видят, какой-то опыт переживают с образами и запечатлевают его в обязательном порядке. Это от спонтанного естественного сна отличается. Скорее, это можно рассматривать как аналог своего рода самогипноза на заданную тему. Свой дар сновидица обнаружила еще в детстве. Маленькая Маша во снах видела грядущие события и людей, которых встретит в будущем. Сначала мне было все равно. Сначала я просто вот видела сны и видела потом людей, которых я видела во снах. И для меня не было ничего особенного в этом. Мне казалось, что так все могут. И я была крайне удивлена, когда я понимала, что нет, не все, вообще никто, только я одна. Ну, вот среди моего окружения. Сегодня через сны Мария может, как она утверждает, влиять на реальность. Мало того, также она умеет создавать сны не только для себя, но и для других. Умеет путешествовать по чужим снам. У нас были эксперименты. Я и девочка сидели. У нее там очень был тяжелый сон сложный, который ей очень часто снился. И мы с ней как бы залезли, это было такое полутрансовое состояние, туда, и я вижу с ней один и тот же сон. То есть я ей вперед, нее самой, говорю о том, как там все выглядит в ее сне, какого цвета платья на ней. Вот это сновидец, человек, который прям по снам скачет, как хочет. Один из способов, одна из возможностей сновидца, это влиять на сны свои и на сны других людей. Согласитесь, то, что говорит Мария, кажется выдумкой, мистикой, кому-то откровенным шарлатанством. Напоминает то, как, например, работают профессиональные гадалки. Вопрос о том, как действуют те, кто организует это гадание, то есть те самые там экстрасенсы, хиропрактики, гадальщики. Это вопрос открытый, потому что тут есть разные технологии, кто-то ищет внутри себя, кто-то считывает знаки. Но все пользуются при этом универсальным гадательным языком, который изумительно хорош тем, что, пользуясь им, можно говорить обо всем, так что большинство это будет устраивать. Ну а сейчас пришло время узнать, что же Марии удалось увидеть в нашей коробке, в которую мы в Москве положили книги с комедиями и трагедиями великого английского драматурга Оилема Шекспера. Что я видела? То есть зрительно и слухово я начала воспринимать не предмет, а как будто целое событие, как будто как кинопленка. То есть идут события, идут люди кричат, громко говорят, очень все это на таком большом эмоциональном градусе. и как это собрать в определенный предмет, я не знаю. Возможно, скажем так, предположение, что поскольку я вижу это как фильм, как разыгрывающуюся сцену, то это некая информация на носителе. Например, это какой-то фильм, записанный на видеокассете. К примеру. Вот видеокассета, флешка, то есть то, что... Но именно вот эти события там, ну, неважно на каком носителе, может быть, книжка. По сути, сновидящая оказалась права. И можно сказать, что наш эксперимент прошел успешно. Наука пока не может объяснить такого рода явления. Наш мозг и наши сны таят в себе очень много загадок, которые еще предстоит разгадать. Это открытые все вопросы. Поэтому на них однозначного ответа, особенно, когда есть некий шаблон, он тиражируется, нет. Это и с гипнозом точно так же. Я много на своем веку насмотрелся Наполеонов, зеленых человечков. И здесь, опять же, это или... Человек даже может искренне в это верить. Ну, барон Мюнхгаузен уже сам верил в свои сказки, да? Он думал, что это реальность практически, да? То есть все-таки я остаюсь еще раз на позициях материализма и то, что доказуемо или не доказуемо. А то, что кто говорит, ну, тут, знаете, это на совести того человека, который об этом говорит. В начале 20 века великий психиатр, академик Владимир Бехтерев, в своей статье «Бессмертие человеческой личности как научная проблема» утверждал, что ни одна человеческая мысль, ни одна эмоция, ни одно действие не исчезает бесследно. Практически одновременно с Бехтеревым к похожей идее пришел другой великий русский ученый, академик Владимир Вернацкий. Он выдвинул гипотезу о ноосфере, сфере разума. Ее составная часть – общее информационное поле Земли, в котором собраны все идеи и мысли человечества. По мнению современных ученых, Вселенная является огромной голограммой. И в каждой точке этой голограммы сосредоточена информация обо всем мире. А подсознание каждого человека – фрагмент подобной голограммы. Возможно, в своих сновидениях мы и совершаем путешествия по такому информационному полю. Возможно, что-то, что неведомо ученым-мудрецам в этой области присутствует, но оно встречается намного реже, чем презентируется. Кстати, по мнению ученых, древние люди считали, что настоящей реальностью были именно ночные представления. Но попасть в эти материальные миры можно было только через свои сны. Кто знает, может, когда-то наступит тот день, когда мы научимся общаться друг с другом и во сне тоже. И этот второй мир станет для нас таким же реальным, как и тот, в котором мы живем. И в этом мире мы, наконец-то, узнаем, а что же все-таки происходит по ту сторону сна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok